Наружный вид пневматической модели пистолета Юморекс Вальтер ЦП-99 сходен с таковым у пластикового пистолета Вальтер П-99. Модель оснащена нарезанным стволом, длина которого 101 мм. Использующийся ударный спусковой механизм позволяет стрелять и самовзводом, и со взводом скрытого курка. В огнестрельном П-99 курок отсутствует, есть лишь ударник. Можно для стрельбы применять обыкновенные свинцовые пули, предназначенные именно для пневматики. В пистолете применяются стандартные для пневматического оружия Юморекс металлические револьверные магазины. Клипы-барабаны на 8 пуль. Заряжение производится путем сдвигания вниз рычага затворной задержки, расположенной на левой стороне пистолета над спусковой скобой. Первоначальная скорость пули порядком 120 метров в секунду. Мы это обязательно проверим. Система заряжения баллона отличается от других моделей Юморекс. Конструктивно она близка к системе МР-654К. Нажатие на двухсторонний рычаг, он находится сзади спусковой скобы, ведет к выпаданию из рукояти пистолета магазина, объединяющего в себе баллон-дозатор ударного действия. Высокопрофильные приспособления для прицеливания способствуют точности наведения. Штатная мушка, неподвижная и широкая целик, регулируемый по горизонту. Перед спусковой скобой на рамке пневматического пистолета сделаны пазы, позволяющие установить кронштейн для коллиматорного прицела, боевого фонаря, либо лазерного целеуказателя. Автоматическим предохранителем блокируется спусковой крючок во время зарядки барабана клипа. Неавтоматический предохранитель размещен на правом боку рамки пистолета. Он разобщает шток дозатора с ударником, однако управлять им одной рукой, которая держит оружие, нереально. У пистолета рамка пластика. Этот пластик усилен в соответственных местах пластинами из металла, а затвор кожи сделан из силумина. У рукоятки задняя сторона сделана из твердой резины, либо дерева, и она сменная. Это позволяет индивидуально подогнать рукоять под размер руки. В целом изделие крайне любопытное, дороговизна чувствуется, лежит в руке как настоящий. Ощущается определенная тяжесть и технологичность немецкого оружия. Если вы ищете изделие, а стреляющее свинцовыми пулями, б похоже на боевой и довольно компактное, думаю, вальпинг с В-199 будет отличнейшим вариантом. После того, наличие у него планки юра делает его более вариативным, более интересным, более долгоживущим. То есть он вам не скоро надоест за счет этого. Настало время, наверное, померить скорость. Будем стрелять пулями 0.49. Сразу хочу заметить, что эта пуля лучше, наверное, подходит для пневматических винтовок, нежели пистолетов, потому что скорость будет чуть более заниженной. Ну и делаем вывод, чтобы получить там цифру, которая указана в характеристиках, которую указал завод-производитель, нам необходимо стрелять пульками 0.28-0.3 грамма. Продолжение следует...